Такой кошмар. Не знаю, кто сделал, что сделал. Мне стало страшно. Большой переполох в маленьком курятнике обернулся настоящей трагедией для владельца частного подворья на третьем Волгоградском проезде. В одночасье Борис Байрамбеков лишился почти всего домашнего хозяйства. Жертвами неизвестного ночного гостя пали 30 кур несушек, два петуха и цыплята. За спину хватали, то есть догонку. И все удушены. Вот таким образом повреждены возле хвоста. Как будто они убегали. Смотрите, головы целые. Мистика, да и только. Хищник неизвестно как проник в огороженный вольер, устроил кровавую бойню, исчез никем не замеченным. Нет следов подкопа или повреждения забора. А почти все домашние птицы разорваны в клочья. Мертвыми несушками усеян весь когда-то живой уголок Бориса Байрамбекова. Чудом уцелела только одна черная курица и шесть крохотных цыплят. Вот они маленькие, вот они двухнедельные. Мамаша вот рядом лежит. А этих загнал сейчас, думаю, мало что ли. Вдруг повторится эти последних, чтобы не уничтожили. Такого чудовищного урожая в своем огороде Борис Байрамбеков не мог представить даже в страшном сне. Он ухаживал за ними словно за детьми. Кормил досыта. А куры отвечали добром. Несли каждый день 20-25 домашних яиц. Хозяин в сказочную чупакабру не верит. Лиса и лихарек столь серьезные травмы домашним птицам не нанесли бы. Их удел тихое, аккуратное удушение. А вот собака, охотничая или одичавшая, могла управиться с птичьим племенем минут за 15. К такой версии склоняются и специалисты охотуправления. Можно однозначно сказать, что это не дикий зверь нанес такой урон. Хаотичность вот этих всех укусов свидетельствует о том, что это крупное полтоядное животное, ориентировочно как собака. Заводить ли теперь новых обитателей курятника владелец разоренного хозяйства еще не решил. Вдруг вернется непрошенный гость. А вот стены забора намерен укрепить во избежание подобных набегов. Дмитрий Трошин, Максим Климов, 11-й.